Музыка Сказать о том, что сегодняшнюю тему многие ждали, ничего не сказали. Правда, ждали молча, ведь 90% зрителей антитопора это умные и думающие люди и не станут обращать внимания на идиотов, дебилов и имбецилов. Да и я не горел желанием особо уделять вниманием больным людям. Они не мои пациенты, им к психиатру, особенно тем, кому 50 лет назад было 20. Но начнем с теории. На самом деле история информационной войны имеет глубокие корни. Разница лишь в том, что в эпоху современных технологий и средств массовой информации усовершенствовались вместе с ними и методика массовой дезинформации. В современном мире необходимо быть грамотным и рационально мыслящим человеком, чтобы уметь отделить зерна от плевел. Понимать, что вам предоставляют, из какого источника, какого автора, какой эпохи. К примеру, когда азербайджанский зомби-информатор хочет выглядеть наиболее убедительным, чего ему редко удается, так как имеет дело против народа с тысячелетними корнями, то обращается исключительно к арминофобам прошлого и настоящего, коих всего по пальцам можно пересчитать. Например, в России только историки и литераторы знают, кто такой Василий Величко. И знают его как черносотенца, антисемиты и арминофоба. Не более. Но и мы узнали о нем благодаря азербайджанцам, которые любят неустанно цитировать его и называть Великим. Вот украинский есть великий сын Величко. Почитайте его Кавказ. При этом даже понятия не имеют, в чем величие Величко, разве что фамилии. Имеется еще меньше десятка политиков и писателей эпохи Величко, которые цитируют азербайджанцы. О них как-то мы уже говорили. Имеются и современные арминофобы, которые часто становятся гостями азербайджанских программ. Их тоже единицы и, как правило, с миру по нитке. Грузию представляет обычно Гурам Мархулия, Молдавию Аурелия Григорию, Россию Олег Кузнецов и парочка людей из Республик Средней Азии, коих предки, как оказалось, стали жертвами дашнаков в годы пролетарских революций. Если таковых послушать, то советскую власть в Средней Азии устанавливали не большевики, а дашнаки. Ну и ладушки. Будем считать, что среднеазиатские большевики в лице Джангильдина, Роза Бакиева, Икрамова, Хамзыни Азии, Овозбаева тут ни при чем. Так же, как и ни при чем большевики из центра в лице Куйбышева, Рудзутака, Фрунзе и прочих. Армянские дашнаки прискакали на конях, часть поубивали, а другую часть выкрасили в красный цвет. Цвет великого дашнака Ленина. Все в этом роде. Каждый участник информационного движения против неприятеля имеет свою роль. Более грамотные используют отдельные цитаты отдельных личностей, вырванные из общего контекста. В отношении армян и других народов, имеющие глубокие корни и культуру, сделать проще паренной репы. Например, языческих армянских богов и богинь представить в виде похотливых существ, как это часто делают с богиней Анаид. В храме которой якобы армянки совокуплялись с иностранцами. Тем самым давая понять, что армянки порочные женщины. Или греков в одночасье превратить в педерастов и лесбиянок. Только потому, что древние эллины практиковали педерастию, а лесбийскую любовь и вовсе придумали на острове Лесбус. И воспевала ее любовь эту лесбийскую поэтесса Сапфо. Причем, когда азербайджанцы и братья их старшие турки пишут об этом, заглядывая в античный мир, не имея своего античного мира, они забывают, что хоть античность не застали, зато совсем недавно занимались тем же самым. Как их ханы и султаны в гаремах имели гулямов юношей для утех. И хорошо сохранились фрески и рисунки тех самых времен. Все эти вырванные из контекста фразы, используемые более грамотными азербайджанцами, направлены прежде всего на малограмотного читателя и зрителя. Если хоть один процент клюнет на предоставленный материал, то дезинформатор потрудился, можно сказать, не зря. Как я уже говорил в ранних выпусках, Азербайджан молодое государство, и историческая дезинформация скопирована ими из турецкой. С небольшой лишь поправкой. Меняй фамилии, действия, а вместо Турции пиши Азербайджан. При этом враг остается все тот же. Армения и ее народ. Для Турции еще Греция. Но Азербайджану Греция не нужна. Она слишком далеко. Менее грамотные дезинформаторы, хоть и не имеют багажа знаний, но имеют багаж денег. Для своих амбиций они привлекают дезинформаторов извне. Как я уже говорил, это, как правило, одни и те же люди. Главное вовремя платить и не затягивать с оплатой. Иначе можно угодить свой же капкан. Как в случае с Олегом Кузнецовым, у которого закончились деньги на издание книги антиармянской, и он не нашел ничего лучшего, как об этом открыто написать в своей странице в Фейсбуке. Есть и те, чья роль делать зомби-кино. Но и в этом случае необходима голова. Голова вообще, я вам скажу, всегда необходима. Жаль, что есть люди, которые считают, что голова нужна только для того, чтобы в нее кушать. К примеру, мы часто слышим о том, как толерантен Азербайджан к народам и к их культурам. Вплоть до того, что армянские церкви албанизируются. И не потому, что Азербайджан печется за Удин, Лизгин и прочих кавказоязычных аборигенных народов современного Азербайджана, которые являются прямыми потомками кавказских албам. Просто азербайджанские тюрки искренне считают культуру Кавказской Албании своей собственной. С этой целью и все армянское албанизируется. И их не волнует, что церкви эти на территории Армении или на территории с традиционным армянским населением историческим. Как и не волнует, что церкви, которые они албанизируют, имеют армянские надписи, армянскими буквами и так далее и тому подобное. Ну, бог с ними. Кому они доказывают эту билиберду? Самим же себе. Но тогда хоть бы относились к собственному прошлому с уважением. А то с одной стороны говорят и пишут, что храмы эти армянские, азербайджанское наследие. А с другой стороны топчут святое. Вот как в этом самом сюжете. Девушка ходит по окрестностям Аджикента. Это близ Гянджи у озера Гейгель. Рассказывает о славном прошлом Албан. Говорит об армянской церкви, как об албанской. Показывая при этом надписи на армянском языке. Все бы ничего. Бараны щиплят и такую травку. Но зачем ходить по святому собственному наследию? Да все очень просто. Потому как знает ханум, что ступает по армянскому и столь ненавистному ей наследию. Армянофобия у ханум так зашкалена, что даже соврать она грамотно не в силах. К таковым дезинформаторам относится и другая ханум, которая попыталась опровергнуть мой выпуск о принадлежности песни Аманты Ло армянского композитора Комитаса. Если помните, я даже предоставил самое раннее написание этой песни и показал текст и ноты Комитаса, оставленные им в начале 20 века. Когда вышло азербайджанское опровержение на мой выпуск, я с удивлением ожидал, что они продемонстрируют публикацию песни раньше Комитасовской. Но не тут-то было. Сорокаминутное опровержение сопровождалось лишь обычным оскорблением моей персоны, армянской культуры, цитатами историков, вырванными из контекста, и не имеющими отношения конкретно Команты Ло и Комитасу и прочее, прочее. Не прослушав моих вокальных данных, ханум из телевизора для пущей правдоподобности своих слов даже сказала, что у меня, видите ли, плохой слух и проблемы с музыкальным образованием. Такое отношение к предмету дискуссии может быть объяснено тремя причинами. Первое. Отсутствие музыкального слуха. Хотя человек, принимающийся за столь ответственную работу, как просвещение многочисленной аудитории на Ютубе про истинное происхождение народной песни о Мантелло, должен был прослушать оба варианта песни и почувствовать разницу. Второе. Вадим, как журналист, дилетант, взялся за непосильную его образованию и знанием работу. Что ж, ханум, видимо, она увлеклась и воспользовалась сплетнями. Ей простительно. И в знак того, что я ей прощаю, сделаю то, что никогда не делал. Не показывал своих документов в эфире, чтобы не поддаваться на провокации. Но покажу безобидный документ, чтобы впредь не сплетнями оперировать, а фактами. Вот вам, ханум, то, что доказывает мое музыкальное образование. Сохранившаяся моя зачетная книжка из консерватории. И вам я ее показываю даже не потому, чтобы чего-то доказать, а потому, что хотел бы, чтобы брали с меня ханум пример и учились только на одни пятерки. Чтобы голова ваша не только кушала и слушала алийскую пропаганду, но и думать тоже могла. Есть еще одна категория интернет-воинов, или, как я их называю, интернет-аскеров. У этих и вовсе ветер в голове. И все, что они могут сделать для родной страны, находясь за ее пределами, так это прятать с прилавков российских магазинов армянские продукты и гордо заявлять об этом. Вообще, чтобы оклеветать и пытаться причинить вред объекту в современном мире, не брезгует ничем. Когда есть большие деньги, то издаются для ДЭЗы огромные тиражи газет, журналов, а то и книги. В постсоветском пространстве такие СМИ принято называть желтыми, но они, как правило, не являются инструментами информационной войны. Их задача чем-нибудь жареным удивить читателя и поднять свой рейтинг. Объектами нападок таких СМИ являются публичные люди, а субъектами, для которых они работают, это малообразованные читатели, зрители и подростки, для которых все напечатанное правда. А если к напечатанному прилагается и подходящее фото с объектом нападки, то гарантия доведения информации до субъекта стопроцентная, дезинформации до субъекта. Субъект, если и засомневается в правдивости прочитанного, то благодаря фотографии доля доверия может остаться. На это и надеются издатели. Но если крупных денег нема, то можно обзавестись сайтом или страничкой в интернете и начинать свое грязное дело. Тоже как-никак действует. И действует по таким же схемам, таким же необразованным субъектам, коих в сети больше. К примеру, в Краснодарском филиале финансового университета работает 66-летняя мадам, армянка по национальности, которая наняла хорошо пишущего человека, создала некое подобие сайта с грязью обо мне. Заполнила подобие сайта моими фотографиями, которые я же сам и выставлял открыто, не думая о том, что будут идиоты, которых их используют в своих грязных целях. Читателей у этого сайта нет, и статейки, разумеется, не подписываются. Только сочинения в мою честь и фотографии. Причем фотографии, как им кажется, могут убедить читателя. Ведь если говорится о Вадиме, что он педераст, то рядом можно прикрепить фотографию, где Вадим стоит, например, за спиной у Бориса Моисеева. А можно еще и Вадима с косметикой, можно что угодно. И не важно, что Вадим несколько лет занимался шоу-бизнесом и работал на телевидении, что каждое фото Вадима можно подписать как угодно. А фотографии, где Вадим накладывает грим в виде косметики, гендеров. Можно использовать и художественные кадры, в котором принимает участие Вадим тоже в своих грязных целях. Как я уже говорил, фотографии обычно закрепляют написанное и сказанное. И в редком случае кто-то будет думать и разбираться, к чему и зачем сделан тот или иной кадр. По-хорошему, Вадима так и вовсе можно оклеветать в двойной политике, причем в прямом смысле. Особенно, если рядом с фотографией, где Вадим держит в руках бокал шампанского, в компании с президентом Армении Сержа Сарксяна приложить фото, в котором тот же Вадим уже держит стопарь в компании одного из главных оппозиционеров, Сарксяна Павла Манукяна. Но чем не двуликий Янус, Вадим? Согласитесь. Именно так работают и воздействуют на психику, на голову азербайджанские дезинформаторы. А некоторые армянские в лице мадам из Краснодара не уступают азербайджанским. Семейка олигофренов. А олигофренов три группы. Идиоты, имбецилы и дебилы. Она, идиотка, создает идею. Имбецил пишет и размещает идею идиотки. А дебил распространяет массы идею идиотки и работу имбецила. Но не виноват я, что вращаюсь в кругу бомонда. Работа у меня такая. И не виноват я, что в прекрасных отношениях со многими людьми, коих принято называть звездами. Актерами, режиссерами, сценаристами. А вот тут мы поставим огромное окно, через которое будет вплывать твоя рыба. Кстати, ты уже слышал, что на главную роль согласился Гоша Куценко? Нет, не слышал. А я тебе говорил, что это потрясающая пьеса. Я ее дал почитать Такеши Китана. Он был в восторге. Ну, мы с ним иногда созваниваемся. А здесь будет врачебный кабинет, куда придет главный герой, спасаясь от преследования. И даже созваниваюсь с ними на зависть некоторым. И самое любопытное, я знаю, кто эти люди, распространяющие Дезу обо мне и подпитывающие азербайджанских недоброжелателей. И не думаю, что они, армяне эти, так называемые, не удивляются, почему я не реагирую на них. Обещаю, что о моей реакции эти олигофрены узнают первыми. А после них об олигофренах узнают уже и все остальные наши зрители, то есть вы. Поэтому мне даже на пользу, что олигофрены пока не угомонились. Ну, а вам всем желаю не быть подопытными кроликами и не поддаваться на всякие разные анонимные, тем более, тексты и фотографии. Будьте выше, и тогда вам никакой интернет Аскяр не будет страшен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok